Здравствуйте! Вот обычно к нам приходят люди в гости, а вот сегодня наша программа-собеседник сама приехала в гости в Институт океанологии имени Шершова, Академии наук. И мы, собственно, теперь мы в гостях у заместителя директора этого института по биологии, я так просто говорю, у Михаила Владимировича Флинта. Вот он, значит, по разным местам ходит по морю, изучает морскую биологию. Вот, Михаил Владимирович, вот какую тему выберем для разговора? О жизни в глубинах океана? Вот знаете, если вы приехали в Институт океанологии, ну, конечно, наверное, нам надо попытаться поговорить об океане в целом и в частности о жизни в глубинах океана. Потому что океан в целом очень часто люди недооценивают, особенно те, кто просто приезжает на берег океана отдохнуть и не совсем понимает, что там делается в океане. На самом деле, когда мы посмотрим на глобус, мы увидим, если правильно называть нашу планету, как многие говорят, это не планета Земля, а планета океан. И надо сказать, в этом большая справедливость, потому что океан занимает почти 73% площади нашей Земли. И он чрезвычайно разнообразен. От тропиков, где буйство жизни на коралловых рифах, где огромная продукция биологическая, до таких вот крайне северных и крайне южных районов, где вообще полярная пустыня морская, где почти нет жизни, где лед, который нисходит. Вот это величайшее разнообразие, не меньшее, чем разнообразие жизни на Земле и разнообразие условий, не меньшее, чем на Земле. И второе, что нам надо помнить, а даже первое, ведь население планеты очень сильно растет, увеличивается. Вот еще недавно было 7 миллиардов. Мы вроде праздновали такую печальную цифру. Печальна? Ну, конечно, потому что она печальная, потому что это все население, оно живет в очень неравных условиях. И самое главное, что является проблемой вообще мировой, это проблема голода и недоедания. И вот при этом огромном населении у нас более миллиарда людей голодают, просто откровенно голодают. А еще плюс к этому около миллиарда испытывают физиологический недостаток пищи. И, кстати, они же быстрее всех размножаются. И они быстрее всех размножаются, плодятся, у них высокая смертность. Но одна из проблем человечества – это накормить население. И суша довольно быстро приходит к своему истощению. Поэтому будущее пищевое человека, оно, безусловно, в океане. И не зря сейчас началось деление океана. Оно давно началось, а сейчас оно уже приобрело такой очень жесткий международный законодательный характер – деление океана на сферы использования ресурсов, в том числе и биологических. И уже существуют огромные области, в которых исключительная рыбная ловля. Не как мы привыкли, что это происходит в 200-мильной зоне экономической. А это открытый район океана, огромный район между Новой Зеландией и Южной Америкой, и Чили. Это огромный, очень продуктивный район, где только Россия в свое время изымала чуть меньше 3 миллионов тонн прекрасной рыбы. Сейчас у нас нет этого экспедиционного промысла, мы туда почти не плаваем. В южной части Тихого океана. Да, это южная часть Тихого океана. Огромный поезд такой, пересекающий весь Тихий океан, очень продуктивный. А вот, простите, меня вот учили раньше, что вот там, где глубоко, там на самом деле рыбы мало, там, где большие глубины. Что, говорит, основные массы, вот, косяки, так сказать, промысловых рыб, они там, где, ну, относительно мелководь, континентальный шельф. Да, ну, это знаете как, это в принципе так, но далеко не всегда. И вот, если мы с вами посмотрим на один из крупнейших промыслов, видовый... Вот тот район, что вы назвали, он глубинный достаточно? Этот район глубинный, да, это один пример. А второй пример, ну, самый, на мой взгляд, разительный, это минтай, которого мы все знаем. Да. Которого мы еще недавно все считали сорной рыбой. А сейчас это рыба номер один. И по очень простой причине. У минтая совершенно поразительное по гастрономическим качествам мясо. Там нету жира. Поэтому минтай правильно пойманный и правильно замороженный быстро, он дает возможность этот рыбный белок использовать для имитации многих других продуктов. Скажем, вот в Японии из него делают имитацию бифштексов говяжьих. А у нас крабовые палочки из него делают. Ну, крабовые палочки не лучшие, но есть и прекрасные крабовые палочки, которые, к сожалению, мы не всегда видим. И это же абсолютно диетическая пища, потому что это белок, в котором нету жира. А если есть 3% жира в мясе минтая, так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Самое крупное скопление минтая в середине Берингового моря, а там колоссальные глубины, 3, более 1000 метров. Самый крупный, самый мощный минтай. А чем же он кормится-то? А он кормится, минтай очень интересная рыба. Он кормится, ну, крупными представителями планктона. Скажем, креветкообразными, вот такими, скажем, для наших зрителей. Он кормится мелкой рыбой. Такими мелкими рыбами, как свечащий сианчоус, которого очень много в океане. И он кормится собственной молодью. В некоторых районах у крупного минтая до 40% рациона составляет собственную молодь. Представляете, какая? Но это вы все назвали корм, который, вот, как это называется, не автотрофы, а не те, которые сами производят биологическую массу из воздуха. Это гетеротрофы называются. У нас все гетеротрофы в океане, за исключением водорослей немножко. А откуда же там берется исходная биомасса в тех местах? Исходная биомасса берется из-за высокой первичной продукции. Это то, что ученые называют новосинтезированным органическим веществом. Так же, как на Земле, все очень просто. Для того, чтобы это вещество появилось, нужен только свет, минеральное питание и, собственно, маленькие одноклеточные водоросли, которые производят это. Занимаются фотосинтезом. Да, занимаются фотосинтезом. И вот там вот это исходное, вот это... Исходного очень много, да, и очень эффективно организована пищевая цепь в экосистемах. Вот я вспоминаю сейчас свою карту, которая висела у меня всегда в комнате. Значит, ну вот Берингово море, достаточно холодное море, оно севернее, наверное, как Белое море, наверное, вот так, да? Да, вот по некоторым классификациям Берингово море относится целиком к Арктике. Потому что значительная часть Берингового моря, особенно в его восточной части, бывает летом закрыта льдом. И границы Арктики, вот границу проводят не по формальным признакам, а по характеристике экосистем, что ли, морских и наземных. Так вот, границы Арктики большинство ученых сейчас проводят по Оливудским островам в районе Берингового моря. То есть Берингово море принадлежит к Арктическим экосистемам. Но и в силу того, что летом там много солнца, вот успевает там фотосинтезироваться. Даже не в том дело, что там много солнца. Там присутствует масса интереснейших феноменов. Например, там существует постоянный поток в некоторых местах питания минерального в зону освещенности. Ведь, вернемся к тому, что я только что сказал, от чего зависит количество новосинтезированного органического вещества. От того, есть ли солнце, конечно, и от того, есть ли минеральное питание. Если минеральное питание исчерпывается в поверхностном слое моря, то и не будет первичной продукции, не будет нового органического вещества. Вот, кстати, этим, ну, недоскатом, скажем, в кавычках, страдают многие тропические системы. Там нет постоянного потока биогенных элементов минерального питания в зону освещенности. Поэтому продукция в огромных пространствах Мирового океана, огромных, которые вокруг экватора простираются на многие тысячи километров, и мы их называем олиготрофными, олиго-малотрофными, там первичной продукции, количества этого вещества очень мало. А в тех местах, где появляется возможность использовать минеральное питание, там взрыв продукции, при этом солнце. Вот мы можем с вами обратиться к потрясающему сушенорайону Мирового океана, прибрежной области Перу и Чили, где промышляет гигантское количество анчоуса, немножко другого, чем тот, о котором мы говорили. Этот анчоус идет в основном на рыбную муку. И были времена, когда, вы представляете себе, если вы на карту посмотрите, то эти районы около Перу и Чили, это практически как уколы вот карандаша. А они давали рыбной продукции, треть от всей рыбной продукции Мирового океана. Там существовал культиватор. Из промежуточных слоев океана, благодаря такому феномену, который мы называем апвелинг, такое заграничное слово, которое вошло и в наш обиход, на самом деле это значит подъем глубинных вод в поверхностный слой. И вот эти глубинные воды, неся минеральное питание, поднимались, попадали в зону освещенности. И количество первичной продукции там колостально. Нигде в Мировом океане нет такого уровня первичной продукции. А анчоус во многом, он напрямую ест водоросли. То есть мы имеем таких маленьких коровок, да, со всеми вытекающими для продуктивности последствиями. И это фантастическая совершенно продукция. И я должен вам сказать, что когда, это тоже такой интереснейший пример, когда в 1972 году была сильнейшая линия, это явление глобальное, которое в том числе подавляет апвелинги у берегов Южной Америки. Сейчас, я вот попробую придумать, почему это апвелинг происходит. Значит, внизу там холодно, да? Да. Поэтому снижается там, значит, видимо, растворимость солей, да? Как сказать, немножко, ну, сказать, опризняется... Нет, вы знаете, не нужно сюда привлекать большой химией. А почему он всплывает тогда? Я вам скажу, значит, все, что происходит в поверхностных слоях океана, мы их называем продукционные слои, далеко не все утилизируется в этом слое, а часть выпадает вниз в виде морского снега, осадков органики, и там вступают в действие бактерии. И дело бактерий, так же, как и в почве у нас с вами на суше, превратить органическое вещество в минеральное. Так. И вот благодаря этому там накапливается огромное количество минеральных соединений, растворенных, которые нужны растениям. Теперь что такое явление апвелинга? В течение длительного времени, в году, со стороны континента южноамериканского дует ветер, и он верхний слой моря, как одеяло, сдувает в центр океана. А принцип неразрывности очень простой. Приводит к тому, что глубинные слои воды, правильно скажем, промежуточные слои воды, с глубин 300-400 метров, очень сильно обогащенные минеральным питанием, они поднимаются к поверхности, и вот этот потрясающий совершенно культиватор, он давал совершенно невиданную продукцию. Вот в те годы, в 70-е годы, это была треть рыбной продукции мирового отеца. То есть эти вот удобрения, собственно, ну, как вот в почве растения туда, так сказать, корнями, а эту тут корнями не достанешь на 300 метров. Бактерия корней не имеет, он просто вот так выглядит. Да, фитоплантон не имеет корней, он не может достать. Вот это же бактерии фитоплантон-то, да? Нет, фитоплантон – это одноклеточный водоросль. Водоросль, вы считаете. И это, по сути, это то, что вот на земле мы видим в форме травы из лаков, там, которые питаются... Нет, ну, у нас многоклеточные наши травы. Да, но это, по сути, функция, которую выполняют одноклеточные водоросли в морских экосистемах, та же, что выполняет трава у нас с вами на земле. И вы вот всегда, когда говорите про это, говорите всегда в прошлом времени, вот в 70-е годы. А что, потом это перестало? Нет, это не перестало, просто я говорил про это, потому что это поразительный пример. И вот этот пример человечеству надо знать и помнить. А состоит он в том, что вот эта вот кухня колоссальная, она давала Перу, вот, если меня память не изменяет, 64% валютных поступлений. Потому что анчоус перерабатывался в муку. Муку покупали Соединенные Штаты, и она была основой корма, который использовали для выращивания индеек, куриц и, там, перепелов и прочие клеточные животные, которые, вот, бройлеровское, то, что мы называем. Да, и даже использовали для корма разным видом скота. Так вот, когда разразился льнинио катастрофическое, одно из самых сильных в истории льнинио, этот культиватор выключился. Он погас, потому что изменилась система ветров, система циркуляции в океане, система течений. И это бывает регулярно, раз в 4-5 лет. И этот аппеллинг погас. Но жадность промысловиков была так велика, что они продолжали наращивать промысел там. Значит, вот скажу цифру циклопическую, вот, они промышляли 12,7 миллионов тонн, чтобы в год. Сейчас гигантский промысел в Беринговом море, один из самых крупных промыслов в Мировом океане, дает примерно, все страны там промышляют, дает примерно 4,5-4,7 миллиона тонн ментая. Ментая. Подписайте себе. Причем анчоус короткоцикличный, он на второй год начинает размножаться, его можно на второй год уже вылавливать. Так вот, значит, жадные промысловики продолжали наращивать промысел, хотя были предупреждения о том, что его надо снизить в 3-4 раза. И произошло самое страшное, что может вообще произойти с экосистемой в современном мире. Давление естественных факторов на экосистему совпало с давлением человека. И наступил чудочный коллапс. Анчоус и промысел практически в 73-м году прекратился, в 74-м прекратился вообще. И это привело к такому краху в стране, что практически за этим последовала революция и изменение правящей верхушки в стране. В общем, это была тяжелейшая экономическая катастрофа, которая была порождена, вот еще раз повторю, это очень важная вещь, экологическими, естественными экологическими причинами, незнанием или нежеланием принимать их во внимание человеком и сильнейшим антропогенным давлением на экосистему. Это нашему стране еще повезло. Мы привязаны вроде как к нефти, к газу. Это вот, так сказать, кончится когда-нибудь, но не вот так, не вдруг. Я думаю, что это особый разговор, но я думаю, что когда это... Во-первых, есть основания считать, что слухи о том, о близком конце углеводородных ресурсов на нашей планете, они преувеличены по коммерческим соображениям. На самом деле это не совсем так. Я когда был маленький, я начал читать на очень популярный журнал, он так говорил, ну, лет 15 и все кончится. И вот так все время до школы, лет 15, ну, 18 и все кончится. А теперь открыты в последние 30, ну, 20 лет запасы на континентальном шельфе и Африки, и Южной Америки. На нашем континентальном шельфе, арктическом, на нашем дальневосточном континентальном шельфе. Абсолютно циклопические запасы углеводородного сырья. Поэтому я думаю, что человечество ожидает скорее переход в большой степени на альтернативные источники энергии, на солнечную энергию, потому что это не моя специальность, но я знаю, что технология изготовления солнечных батарей, и самое главное в этом, технология накопления энергии, и хранения энергии, полученной от солнечной батареи, она прогрессирует семимильными сорогами. Меня поразило, что самолет на солнечных батареях уже облетел практически половину земного шара. Это вот прикосновение к будущему, действительно. Воистину прикосновение к будущему. Поэтому я думаю, что основное назначение углеводородного сырья, которое мы будем в огромной степени, кстати, извлекать из-под ложа океана, в огромной степени, оно будет скорее иметь такое нефтехимическое приложение, или вот химическое приложение, нежели энергетическое. Кстати, биохимическое, из него же делают корм, вместо вот кормовые дрожжи. Да, кстати, возродился этот сам популятор Санчоус? Да, она возродилась, но не в таком уже такого гигантского промысла нету. Она возродилась, но это был прекрасный урок. Природа, понимаете, это настолько сильное экологическое явление в океане, вот этот апвелинг и все сопутствующее ему, что, в общем, природа поборола это давление человека, и через несколько лет этот промысел восстановился, но урон был колоссальный. Я вот такую вещь слышал, что хорошая рыба, ну, типа трески, вот ментай теперь тоже хорошая рыба, он живет в холодной воде, потому что в холодной воде лучше растворяется кислород. Ну, а рыбке надо дышать, это правда? Нет, это неверно, потому что давайте посмотрим на, скажем, рыбу, которую мы все знаем, на тунцов. Это все обитатели субтропической зоны, в очень теплой воде они живут и находят там достаточно корма, они очень подвижные. Потом есть очень интересные рыбы в Мировом океане, мы к ним относимся, абсолютно не относимся к ним, как к пищевому ресурсу, это летучие рыбы. А гастрономические, они считаются одним из самых вкусных рыб в Мировом океане. И есть многие страны в тропическом поясе, где много летучих рыб, вот скажем, в Малайзии, на Филиппинах, это считается таким гастрономическим блюдом высочайшего качества. Летучие рыбы есть крупные, до 35 сантиметров, они такие толстые, брусковатые. Как селедочка такая. Это еще более толстые, такие вот, похожие, может быть, формой тела немножко на наших пескарей, которые исчезли, которых многие из нас в детстве ловили, они такие толстые и плотные. И они чрезвычайно вкусные. А их колоссальные запасы в Мировом океане, гигантские запасы. Ну, во-первых, это трудно, а во-вторых, будут ловить, потому что запасы их, они тоже, это виды в основном короткоцикличные. То есть это виды, которых можно на второй, на третий год жизни вылавливать. Вот Минтайн на второй год жизни еще не нужно вылавливать, он маленький совсем, там, 15 сантиметров. А эта рыба достигает нормальных размеров, ее на второй год можно ловить. И, в общем, прогнозируемый промысел около 10-15 миллионов тонн этой рыбы, если будут налажены хорошие такие способы добычи этой рыбы. Вот мы ресурсы океана часто воспринимаем, большинство людей воспринимает, как ресурсы рыбные, ресурсы беспозвоночных, вот то, что они непосредственно едят, или продукты, чего они едят. Но на самом деле нужно понимать, что океан дает, я имею в виду биологические ресурсы сейчас, он дает и ресурсы в виде корма, который мы повсеместно используем для выращивания сельскохозяйственных животных. Прежде всего, птицы сельскохозяйственные, бройлеровских кур, другой птицы, индеек, и еще у вас, вот помятую то, на что используется мука из анчоуса, выращиваются даже и более крупные сельскохозяйственные животные. Поэтому океан — это еще источник той пищи, которую мы можем поднимать у себя очень быстро и эффективно с точки зрения наращивания биомассы наших сельскохозяйственных животных. И вот, знаете, интересно, если мы посмотрим, скажем, ну перуанский анчоус, он весь шел на муку. То, что употреблялось в пищу, это были какие-то крохи, которые, ну, местное население всегда традиционно солит его и жарит в Перу и Чили, и очень вкусно, и ест этот анчоус, он потрясающий. Он такой же вкусный, как свежая беломорская селедка, например, у нас. Да, ее почти никто не пробовал. А раньше это же была царская рыба. Ее и соленую, и мороженую доставляли к царскому столу, потому что она поразительна по гастрономическому качеству. Я тоже про нее слышал, но никогда не ел. Да, удивили. Она абсолютно не похожа на те виды сельди, к которым мы привыкли. Ее как-то добывать в Белом море сейчас совсем мало, и поэтому она к нам не попадает. Да, ее добывают совсем мало, а иные годы почти нет промысла. Это тоже очень интересная вещь, потому что ее жизнь имеет такой пульсирующий характер. Вот иные годы ее много, ее там 70-100 тонн могут добыть, хотя это абсолютные крохи. Вот понимаете, когда мы говорим о такой крохотной добыче, тоже это нужно понимать, когда мы говорим о Мировом океане. Ведь вот эти циклопические цифры, 20 миллионов тонн, 5 миллионов тонн, это, так сказать, в глобальном масштабе. А когда мы смотрим на какой-то регион с вами, скажем, давайте посмотрим на наши северные арктические регионы. Вот это очень бедный регион, который простирается от Новой земли до Чукотского моря. Там всего промышляется рыба, ну, 200-250 тонн всего. Я имею в виду Устьеву. Да, 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 ну это очень бедные моря, они закрыты льдом, промысел, в речках промышляется там чуть больше, но я говорю про моря и стуарные районы крупных рек. Но ведь давайте представим себе, какое значение этот ресурс имеет для местного населения. Колоссальный. Оно без него просто не может существовать. Поэтому вот когда, так же, как мы смотрим на Черное море, да, там эту Ставриду Черноморскую промышляет. Которая Кефаль? Нет, Ставриду. Кефаль – это очень маленький промысел. А Ставриды довольно большой, до 300 тысяч тонн. И тоже, ну что такое 300 тысяч тонн, вы скажете, в Мировом океане? Для местного населения. Ну вот для местного населения, не только для местного населения, а это, скажем, вот в Болгарии, это такое гастрономическое привлечение для туристов, потому что Болгария ее очень вкусным образом специально готовит. Это не только элемент пищевой, а это элемент культуры местного населения, которую ее специфическим образом готовит, так же, как и в Турции. Поэтому, когда мы с вами говорим об океане, о его ресурсах, то нам нужно не всегда смотреть на эти огромные цифры, а часто понимать, вот скажем, коралловые рифы небольшие. Тоже на них рыбная продукция, если мы возьмем какие-то отдельные рифы, она очень высокая, но ее очень трудно взять, потому что, ну как на коралловых рифах промышлять рыбу? Сами представить, не поставить, примышляют варварским способом. Но, тем не менее, эта рыба, она как ресурс белка для местного населения имеет огромное значение, абсолютно, так сказать, доминирующие. А промысел этой коралловой рыбы, он, если уж мы вот затронули такие вопросы, ну, небольших катастроф антропогенного характера, вот Перу, ну, их не счесть, но вот Перу это наиболее масштабный, яркий, масштабный пример. С политическими результатами, да. А если мы с вами посмотрим на то, что происходит на коралловых рифах, то добыча рыбы идет там часто с помощью ядов. Потому что очень... Да, и это вещь, имеющая совершенно, так сказать, колоссальные последствия, потому что от этих ядов погибают не только рыбы. Рыбы засыпают, их собирают с очками, это очень просто, и, значит, вот используют в пищу, продают на рынках. Но есть еще один промысел на коралловых рифах, который имеет еще более разрушающий характер. Это промысел коллекционных аквариумных рыб. И этот промысел, он вот по имеющимся данным, ну, таким неопубликованным, но данным, которыми оперируют люди, охраняющие коралловые рифы, доход близок к доходу от продажи наркотиков. Можете себе представить? Значит, потому что большинство этих коралловых риф, они не живут долго в аквариумах и не воспроизводятся в аквариумных условиях. Значит, их нужно все время подселять. И вот этот вот налаженный конвейер нелегальный, который должен поставлять их вот в прекрасный аквариум. И как не войдешь в какой-нибудь замечательный банк, там аквариум во всю стену, и плавают потрясающие красоты аквариумные рыбы. Так вот, они попадают туда очень часто нелегально. Попадают они, опять же, с помощью, ловят их с помощью тех же самых усыпляющих веществ, которые выпрыскивают в воду, рыба засыпает, ее ловят, потом помещают в условия пересыщенной кислородом. Эта рыба оживает там, и, значит, ее находят такие щадящие способы ее транспортировать вокруг всего земного шара. Но последствия, которые для коралловых рифов остаются, они колоссальны. Наверное, от этих ядов и все эти беспозвоночные гибнут? Умирают беспозвоночные. Самое главное, что, значит, погибают кораллы. Погибают рыбы, которые обеспечивают защиту кораллов. Потому что коралл — это такая сложнейшая экосистема, функционирующая на очень жестких связях между компонентами этой экосистемы. И самая важная связь для коралловых экосистем следующая. Кораллы постоянно обрастают водорослями. Как только они обрастают водорослями, так заканчивается функционирование маленьких золксантелл, которые сидят в телах самих кораллов и дают им органическое вещество. Обрастает это диатомовыми водорослями, например, коркой такой. Так вот, существует целый сон коралловых рыб, которые поедают эти диатомовые водоросли и очищают кораллы, и дают им возможность функционировать. Как только вы этих рыб выбили, начинается коралловое обрастание и мгновенная практически смерть кораллов, разрушение коралловых построек и дальше гибель всей экосистемы. Вот так. Спасибо вам большое. И публике нашей спасибо большое за внимание. Вот видите, вот пищевая наша надежда все-таки вот это мировой океан. И летающая рыба, как ни странно. Всех благов вам, удачи.